Слава Иисусу! Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! Братья и сестры, дорогие друзья, возлюбленные, всех вас приветствую и благоставляю именем Господнем. Сегодня в трансляции обращаюсь ко всем вам в прямом эфире на своем канале Ютуба и темой этой трансляции я выбрал Божественный Пурим, Божий Пурим и 70-летие возрождения еврейского государства, возрождения Израиля. Это великое чудо и великая тема. Я как священнослужитель православный, уже более 30 лет несущий служение, церковное священнослужение свое, в последние годы, последних 20 лет, будучи православным обновленцем, реформатором, часто обращаюсь к теме Израиля, к теме Израиль и Церковь, Церковь и Израиль и вообще к истории Израиля и истории христианства. Преподаю историю Церкви, провожу семинары и здесь вот во Львовской области, в Роменеве, как раз завтра будет вновь занятие у меня в библейской школе Иегова Ира, Господь Бог усмотрит или усмотрел. И в этой школе я уже преподавал и завтра планирую занятия как раз продолжить. И, дамы и господа, братья и сестры, о Пуриме, почему я говорю и об Израиле, Ну, во-первых, о Пуриме, потому что приближается праздник Пурим. Этот библейский праздник, который в нашей Библии, знаете ли, он действительно особый праздник, и этому празднику посвящена целая глава Библии, она называется, ну, целый раздел, целая книга Библии. Эта книга называется книга Исфири, Магелла Тестер, в еврейской традиции мы ее называем. Книга Исфири повествует как раз об и предыстории, и о самой истории этого праздника, как мы победили, как действительно Бог победил зло на этой земле, и Бог вступился за свой народ Израиля. И хотя напрямую имя Бога нет в этой книге, но он как, знаете ли, сценарист, как режиссер, как, знаете, вот тот, кто всем этим руководил за кулисами, всей этой работой руководил, знаете ли, он там в этой книге присутствует, на каждой строке этой книги, удивительнейшим образом. И поэтому спустя многие-многие поколения мы по-прежнему верующие люди, независимо от нашей национальности, культуры, традиции, перечитывая Библию, перечитывая книгу Исфири, мы преисполняемся благодарностью Господу Богу Всемогущему за Его небесный дар, за Его спасение, как Он вступается за своих детей. Это просто уму человеческому непостижимо, возлюбленные братья и сестры. И Божье чудо, Божье упоримое, это огромнейшая тема. Я здесь во Львове как раз вчера проповедовал на эту тему. Вчера на воскресном богослужении в церкви Агапа. Я думаю, что записи этого служения уже либо есть, либо вот-вот уже будут загружены в сеть. Поэтому сможете их посмотреть, и я смогу их снова пересмотреть также. Вот, и знаете, друзья, дорогие братья и сестры, Этот год, также вот, ну, комментирую название самой этой трансляции, этого моего прямого эфира на канале Ютуба, Божье Пурим и 70-летие Израиля, возрождение еврейского государства. Великое чудо на самом деле нашего времени. И, дамы и господа, братья и сестры, действительно, даже в календаре нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепископом которой я являюсь все эти годы, знаете ли, этот год, некоторые годы нашей церкви выделены особенным образом, как, будем так говорить, юбилейные или годы какой-то определенной темы, тематики. К примеру, прошлый 17-й год, 2017 год, был посвящен в нашей церкви, как и во многих других христианских церквях, так или иначе, в разных конфессиях, динаминациях, 500-летию, извиняюсь, 500-летию со дня начала Великой Реформации и обновления мирового христианства. Да, 2017 год в нашей церкви прошел под эгидой именно воспоминания вот этого чуда, начала эпохи Великой Реформации церкви, окончания того позорного многовекового периода нашей церкви, который можно назвать эпохой Великой деформации, деградации мирового христианства, и началась эпоха Великой Реформации, то есть восстановления, исправления, покаяния церкви. Это очень ценно, дамы и господа, братья и сестры. И действительно, наш Бог жив, и потому народ Его жив. Этому учат Пурим, и, в общем-то, этому учат вся Библия, Божье Слово. Дамы и господа, так вот, этот год, 2018 год, он для нас год 70-летия вот этого Божьего Чуда Святого, возрождения еврейского государства, возрождения Израиля. Этот год, 2018, он так или иначе весь посвящен этой тематике в нашей Киевской архиепископии, этому размышлению, и это очень, считаю, важное, планетарного масштаба чудо, воспоминания наших дней. То есть это говорит о том, что Бог совершает и поныне, и в наши дни, в наш час, не только чудеса в судьбах отдельных верующих, каждого из нас, не только в судьбах, допустим, даже целых народов, но и такие огромнейшие, планетарного масштаба геополитические чудеса Бог совершает. И действительно, возрождение Израиля, как государство, это божественное чудо. И оно вдвойне чудесней тем, что это чудо совершено было руками, как правило, людей далеких от религии, и чаще всего совершенно нерелигиозных. От этого это чудо еще чудесней становится, и еще больше Богу благодарности, дамы и господа. Здесь вот, к сожалению, ошибка трансляции написана. Не знаю почему, но хорошо, что есть запись, и я поэтому в записи уже, знаете ли, так, запись приостановлена, написана. А не знаю почему, я, честно говоря, я не умею, к сожалению, нет, это не то. Увы, я не умею пользоваться вот этими вещами. Почему-то иногда прерывается. Может быть, из-за того, что интернет, перебой с интернетом. Вот. Но трансляции, конечно, хочется сделать именно трансляцию. Знаете, потому что все-таки трансляция, она, это есть трансляция. Люди могут и вопросы задавать. Вот. Так. Качество написано. Так. Эфир. Ладно. Буду выключать. Даст Бог, тогда уже а я сейчас продолжу, наверное, другим образом. Я, наверное, сейчас начну новую трансляцию. Ничего страшного, да? Думаю, разобьется, надо, да, две. Так. 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 Пурим. Так. И. Так. И возр... Пурим и возрождение Израиля. Вот так вот. Архиепископ Сергей Жулев. Вот так вот. Хорошо. Далее. Так. Вот. Вторая часть. Хорошо, что включил камеру подстраховывающую. Так что... Ну, а на записи камеры тогда будет уже вот вся полностью эта трансляция. Братья и сестры, дамы и господа, продолжая трансляцию по техническим причинам, я вот пока еще учусь делать трансляции, и вот первая часть, она вот как-то прервалась сама собой и приостановилась, и невозможно мне стало ее продолжить. Вот я начал вторую как бы часть, вторая, следом трансляция получается. Вот. И, слава Богу, я вот камеру включил, с самого начала, и поэтому на камеру все фиксируется полностью, все вот эти этапы моего транслирования на Ютубе. Да, и сразу напоминаю, что, да, и представлюсь, наверное, для тем, кто подключается сейчас к интернету, к каналу Ютуба, что я, архиепископ Сергей Журавлев, представитель реформаторской православной церкви Христа Спасителя, провожу сейчас такие здесь семена, семинары, служения, так или иначе, все они посвящены, вот этих последних дней, семинары, служения, посвящены празднику Пурим. Праздник Пурим, который в Библии описывается подробно, ему посвящена целая глава, целая книга Библии, целый раздел Священного Писания, да, и книга Эсфири, мы ее перечитываем в эти дни. Я думаю, что уже 28-го числа, во время поста Эсфири, так называемой, традиционной, накануне Пурима, есть такая традиция, очень добрая традиция, вспоминая покаяние еврейского народа, покаяние народа Божьего, вот, в посте, в молитве, значит, взывать Господу, потому как Бог наш есть Бог Пурима и сегодняшнего времени. Действительно, Он есть Бог Пурима и сейчас Он и в наших судьбах, в судьбе каждого отдельного верующего проявляет себя как Бог Пурима, такого божественного переворота, знаете ли, посрамляя все планы лукавого. И в судьбах Израиля, в истории христианства, в современном мире Бог тот же самый. Если враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить, то Бог наш, Он приходит, чтобы имели жизнь мы и жизнь с избытком. Так говорится об этом в Новом Уже Завете. Кстати, вчера, в воскресенье, я проповедовал, 18 число было, получается, какое у нас число, ну да, я проповедовал, в феврале, я проповедовал, значит, в церкви Агапа. Церковь Агапа это одна из евангельских, таких протестантских церквей города Львова. Пастор Андрей Микетишин. Очень люблю эту церковь, очень люблю пастора Андрея, искреннего брата во Христе, очень люблю братьев, сестер этой церкви, искренне горячие, любящие сердца. Слава Богу, это очень приятно. Знаете ли, и для меня Львов, это не просто город, очередной город, нет, для меня это город Льва из колена Иуды, город Иисуса Христа, Ишуа Машиаха. Слава Богу, дорогие друзья, и поэтому с удовольствием служу в этом городе, когда бываю, проповедую, и вот завтра, во вторник, буду проводить занятия здесь, в Роменеве, возле, получается, Львова. И, знаете, друзья, проповедуя Божье Слово, я обращаюсь и к Ветхому, и к Новому Завету, потому что Библия, она действительно, она одна, она, в общем-то, едина, это одна мысль, продолжающаяся, как бы развивающаяся в строках Писания, раскрывающая естество Бога, Его любящее сердце, вот, и книга Пурим не исключение, действительно, раскрывающая книга Божье любящее сердце для всего человечества, для каждого верующего, для всех нас, слава Богу. И, конечно, сегодня мы молимся об Израиле, молимся о церкви, молимся, ведь наши судьбы, они переплетены, знаете ли, такими хитросплетениями различными, переплетениями, знаете ли, но самое главное, они переплетены в сердце Бога, потому как Иисус Христос пролил свою кровь за всех нас, евреев и неевреев, примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступления их, и божественный, огромнейший, планетарного масштаба Пурим совершился 2000 лет тому назад и совершается по сей час, все эти два тысячелетия, через Мессию, помасленника Христа Иисуса и Ишуа. Слава Богу и дамы и господа, этот эфир я также назвал Пуримом и Пурим и возрождение еврейского государства, возрождение Израиля, потому как это геополитическое чудо, одно из, наверное, самых важных геополитических вообще чудес, божественных чудес 20-го столетия, знаете ли, прошло уже вот без малого 70 лет, этот год, 2018-й, в календаре нашей церкви, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, он посвящен именно как раз этой тематике, он посвящен вообще 70-летию Израиля и это действительно великое божественное чудо. Завтра на занятиях я, наверное, об этом тоже буду говорить, хотя тема немного иная моя будет, но ведь Пурим на это время, месяца Адар, я как раз так или иначе всегда касаюсь каждый день этой темы в молитвах, в размышлениях, в чтении Слова Божьего, в таких вот прямых эфирах, в записях, в общениях на разные темы. Слава Богу! И, дамы и господа, благоставляю всех вас во имя Иисуса Христа, благоставляю всех и каждого, благоставляю Израиль, сегодня возрожденное еврейское государство, благоставляю Иерушалаем, Иерусалим, столицу Израиля, благоставляю сегодня церковь, столб и утверждение истины, церковь святую, независимо всех вас, братья и сестры, от вашей конфессии, динаминации, потому как во Христе Иисусе Бог примирил с собой всех нас, и кровь Иисуса Христа, она действительно нас сближает, мы одной крови, одной плоти, Господней плоти, Христовой плоти, слава Богу, и кто Духа Христова не имеет, тот и не Его, и мы хотим действительно, чтобы весь этот мир познал Божью святую любовь, Божье чудо, Божье исцеление, Божье освобождение, слава Богу, пусть Божественный Пурим совершается в судьбах верующих, и каждого верующего в отдельности ваших семей, ваших домов, пусть Божественный Пурим совершается в ваших общинах, церквях, пусть Божественный Пурим совершается в современном Израиле, он уже совершается, и еще в большей степени совершается, да совершится, пусть Божественный Пурим совершится в целом в христианстве, в христианской церкви, церкви Иисуса Христа на этой земле торжествующей, такой уже церкви, побеждающей, потому что сегодня Евангелие Царство распространяется по всей планете, во все уголки нашей необъятной земли, действительно, Слово Божье, оно приходит, оно пришло, и живет Евангелие, и побеждает, действительно, своей любовью души людские, слава Богу, покоряет своей просто любви, покоряет души человеческие, слава Богу. Благоставляю всех вас, возлюбленные братья, сестры, именем Господним, и пою благоставение священников, благоставение Ароновна, всех вас, возлюбленные. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа, аминь. И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Братья и сестры, и вот после уже служения в среду, здесь я проповедую во Львове, в самом городе, на Ленкевский 3, церковь Бильша Благодать. Там проповедую на вечернем богослужении в 18.30 и еду к себе в Киев, в нашу церковь, и буду проводить уже у нас служение. Также прямые эфиры и богослужение. И вот в субботу, получается, 24 февраля, буду проводить, участвовать в служении, буду проповедовать в служении «Жизнь в истине» у моего старого друга Евгения Гудухина. Вот, а в воскресенье на 1 майского 6, как обычно, на нашем богослужении в Киевской архипископии нашей, в арендованном помещении у ТОСа, на 4 этаже, вход через проходную, поэтому вот таким образом приглашаю уже. Вот, и напоминаю, что вот финансово вы можете участвовать в моем служении и в Киеве, и в Украине, пополняя номер мобильного номера «Киевстар» 096, запишите себе обязательно, 096 96 2 66 75. Еще раз повторяю, 096 96 2 66 75. Вот, пока вот таким образом можно участвовать, пополняя этот номер, и через новую почту я имею возможность обналичивать эти деньги и использовать их в поездке. Сейчас путешествую «Блаблакар» попутно, вот, есть, значит, со Львова в Киев, с Киева во Львов, вот таким образом путешествую. Вот, и, знаете ли, но я думаю, что Бог действительно, да я знаю, уверен даже, что Бог во благо все обращает, любые там неудобства, казалось бы, наши человеческие, любые там какие-то проблемы наши, значит, все во благо. И пусть вас Бог благословит, дорогие друзья, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас.